Растение направит эту глюкозу из пластида, из флорокласса в метакондрию. И там в метакондрию глюкоза будет окислена и получит необходимое количество локалий. Соотношение между фотосинтезом и дыханием теперь более-менее понятно? Ага, славно. Если речь идет о фотосинтезе, то он результат глюкозы, которая дальше может быть использована либо для энергетики, либо для пластики. Фотосинтеза только ночью образуются? Нет. Еще раз. Две фотосинтеза. Одна называется световая, вторая темновая. Где и когда идут эти фазы. Свет. Световая фаза идет только, когда есть свет, а темновая фаза идет в любое время. Темновая фаза просто не зависит от освещения. Днем, вечером, утром, после обеда, ночью. На абсолютно все равно. Важно для темновой фазы, чтобы остался еще остаточек АТФ и водорода от предшествующих световыми. Пока эти условия выполняются, темновая фаза может быть. Если уже все кончилось, темновая фаза останавливается. А сколько может рассеян накопить АТФ? Сколько может накопить? В смысле, вот, оставить себе в качестве запаса. Вы знаете, на самом деле, ни одна светка, ни растительная, никакая другая, очень большое количество АТФ не накапливает. Тратить сразу же. Ну, во-первых, мы же с вами говорили, я на круговороте просто находит. Так, и чем-то следующее. Сколько у нас остатков фосфорной кислоты на каждой молекуле АТФ? Сколько остатков фосфорной кислоты в каждой молекуле АТФ? Майя. Майя, вопрос. Сколько остатков фосфорной кислоты в каждой молекуле АТФ? Разверните само название АТФ. Полностью за это соединение. Аденозин-3-хосфор. Аденозин-3-хосфор. Вопрос. Сколько остатков фосфорной кислоты в одной молекуле АТФ? Конечно, ты не. Хорошо. И подумайте, что произойдет в спянной клетке, если вы в большом количестве накопили такое соединение? Она понизится. Понятно, она спянется. Можно ли накапливать очень высокие концентрации АТФ? Нельзя. Нельзя. АТФ все время круговорот. Разложился, синтезировался. Разложился, синтезировался. А вот так, чтобы клетка создала боевую область на трансаторе АТФ, такого не бывает. А сколько массовое мозг выкопить? В каких единицах вам даете? В молеках? А вы знаете, что такое молек? Да. А в граммах это выразить совершенно невозможно, хотя бы потому, что у разных клеток будет разное количество. Ваш вопрос решен смыслом. Вот, Володя, обратите внимание, как только вы задаете правильный вопрос, вы тут же получаете ответ. Но примерно половина ваших вопросов задана так, что ответить на них просто невозможно. Это общая для вас проблема, юная господа, юная дама. Учитесь говорить на своем родном языке. Вот сейчас я вам задам вопрос, а вы попробуйте на него ответить. Да? Чем встает солнце? Чем? Чем встает солнце? Солнцем. На этот вопрос можно ответить? Нет. Не, он так задан, что на него в принципе ответить нельзя. Половина ваших вопросов строены примерно так же. Вы не получаете на них ответ. Не потому, что кто-то не знает, или кто-то не хочет признаваться. Просто вопрос задан под урастью. На него в принципе нельзя ответить. Учитесь задавать вопрос. Зачем? Мы с вами завершили тему шитосинтезно-связанную. Сейчас пару слов буквально по поводу лейкопластов и хромокластов. Потому что шитосинтез идет на гранах, то есть на скоплении хлоропима, расположенных на телокоидах, порокластов. А остальные системы, опять же, нахлопласты. Лейкопласт. Лейкопласт, по сути, делает тот же самый хлоропласт, из которого убрали хлоропим. То есть абсолютно такая же самая структура, те же самые телокоиды, но они бессветны, хлоропима нет. Зато чего очень много. Лейкопласт буквально нашликован к ракмальному видеоролю. Почему? А это сплавно. Разумеется, здесь же будет находиться культура ДНК и бактериальные локосомы, но все то, что и должно быть в нормальном классе. Вопрос. А почему не хранит просто глюкоза? Ведь в ходе ассоциации получится глюкоза. Зачем она превращает в такой крахмал? Активная ванка. Что значит активная? Активная в рамках какого процесса? Ну, у вас есть. Вам ответило. Спасибо. Скажите, пожалуйста, вот из зеркного крахмала вы под микроскопом видите. Увидите ли вы под микроскопом скопление глюкозы? Нет. Нет, а почему? Она может... Я бы с ним... Она правда... Не в этом дело. Она не может... Активная в рамках какого процесса? Ее почти нет, она маленькая. Как нет? Больше нет. Хорошо. А крахмал такой здоровый, что вы это отдельное малеку увидите? Под микроскопом световой, да? По нему даже ДНК увидите, не знаю. Глюкоза растворима, так что вода разобрала ее на малеку. А крахмал растворим или нет? Нет. А крахмал не растворим. Это та форма, в которой крахмал выпал посадок. Теперь вопрос. Почему крахмал наказывают только угодно в клетке, а глюкоза не растворится? Глюкоза не растворится. Но раствор хранит здесь такой могучий раствор глюкозы. Ну, а нужно, чтобы воды было определенное количество. А иначе что начнется? Осмос. Осмос начнется. Если вы здесь накопили слишком много растворимого вещества, немедленно вслед за ним сюда плынула вода, и система взорвалась. Так что ни одна клетка никогда не может накопить растворимых веществ. Для того, чтобы накопить что-нибудь, обязательно надо эти вещества в какую форму перейти. Вне растворимых веществ. Надо это выше дефрошат. Вот в такой форме нужно хранить сколько угодно. В центральном поле еще. Ну, либо за мембрану.